ВОЛЧКОВ Сергей Волчков, белорусский и российский певец, родился в Быховой Могилевской области, победителем международного конкурса «Романсиада» и второго сезона музыкального шоу «Голос». Дело в том, что мама особо не отговаривала меня, наверное, от музыки. Знаете, каждая мать, наверное, предостерегает от чего-то. Она переживала в плане того, что музыка может меня не прокормить. Но я сказал, что поверь, мама, без музыки я жить не могу. Я по знаку зодиака Овен, я такой, выбрал свой путь, сказал, все, я поеду. Столкнулся с трудностями, но то, что, говорю, если бы, наверное, родители всегда бы потыкали, всегда бы помогали, там, да, тебе нужно идти только музыки, только... Они мне это делали, когда я учился в музыкальной школе, и я, наоборот, назло не хотел ходить в музыкальную школу. Я бежал в футбол, говорил, что маме удачно сдал зачет по фортепиано. Так что я думаю, что это хорошо, что родители, они волновались, но внутренне, я думаю, конечно же, они радуются. И, может, и внутренне хотели, но боялись, как и я, в принципе, боялся, но я шел вперед. Когда приехал в Москву, я встретил тех же студентов, тех же ребят, которые поступали на одном же уровне со мной. Но у них все было, и они все имели. Как бы у них и достаток родителей был совершенно другой. Им не нужно было снимать квартиру, они спокойно, им родители спокойно давали денежку на существование. А мне тоже родители давали, но этого было просто недостаточно для того, чтобы... Ну, такое ощущение было, не жил, а выживал в Москве первые два года. Но родители максимально помогали мне, и я всю жизнь буду благодарен, и я рад, что сейчас я могу теперь им помогать. И вот этот вот внутренний голод, да, как вы говорите, того художника, он мне помогал в сутки проживать 25 часов. Я был Дедом Морозом в центробанке, просто передовым Дедом Морозом. Но я умудрился сделать так, чтобы в вип-зоне спеть, им роман столько раз бывает в жизни встречи, в дедоморозовском костюме. Что на следующий год меня пригласили на главную сцену, мне к року сити-холла, где сидит 6500, я уже пел, только не в костюме Деда Мороза, а в смокинге, мелодию любви. Так что, и в жизни мне говорят, что вот, ему везет. Может быть, это везение, но я шел туда, где... Ну, может, Боженька меня посылал туда, где мне нужно было оказаться. С женой познакомился действительно в храме. Утро, воскресенье, литургия, раздается детский смех. Такой крик, смех, необъяснимое что-то. И вот Наталья, моя жена, она начинает своими глазами искать этот смех детский. И причем она находит его, и искренне так улыбается. И вот на тот момент я прочитал все об этом человеке. Можно даже было не разговаривать с ней. Я понимал, что за человек, чего она желает, чего она хочет, и почему вообще она здесь. И догнав ее после службы, после литургии, пообщавшись три часа, ну, я не находил себе места. И впервые я через неделю пошел исповедовался, причастился. Через три месяца она не то, что официально стала моей женой, мы обвенчались и поклялись перед Богом, вот, нести эту любовь всю жизнь. Все говорили, это спонтанно, это как-то все очень быстро. Ну, я всегда говорю, жизнь покажет. А на этот момент я счастлив, потому что я стал отцом полгода тому назад. Вот это вокализирование, когда человек, звучит голос, он начинает ему увлекаться. Вот чтобы не было это увлечение, а чтобы наоборот говорить отсюда. Не отсюда, что у тебя летит, а от сердца. Потому что вокал – это средство выражения. О чем ты думаешь, о чем ты мечтаешь, что ты хочешь донести. Для чего ты выходишь на эту сцену. И он мне посоветовал такие моменты, ну, прибрал какие-то вокальные данные, но добавил именно интересные какие-то вот его нотки, его нюансировку. И говорит, ты посмотришь на себя со стороны. Потом прошел эфир мелодии с Патрицией Курганой. И я заметил, что я другой. А он мне говорит, вот это ты. Просто вот тогда ты был другой. Вот это ты. Я вхожу, пою «Синюю вечность». Я понимаю, для чего я вхожу. Я пою «Я люблю тебя, жизнь». Я знаю, для кого я это пою. Каждую песню я знаю внутренний текст. Я знаю подтекст. Я знаю между строк, что можно сказать моему слушателю. Ну, такая она без слов, но такая мелодичная. Ну, я как-то не обращаю внимания. У меня больше на вибро, наверное, стоит, нежели какие-то я выбираю ректоны. Ну, не популярная, не Леди Гага. На сегодняшний день уходит культура. Я ужаснулся в тот момент, когда спросили у девочки из проекта «Детского голоса». А вы знаете, ну, песню вот «Долго-долго-долго-долго», «Красная шапочка». Говорит, нет, я не слышал. А это наша культура. И нашу культуру любил весь мир. И когда ее прославлял Зыкина, когда ее прославлял Муслим Магомаев, когда ее прославлял Георг Оц, когда ее прославлял Иосиф Давыдович Кобзон, все пели «Подмосковные вечера» весь мир. Весь мир пел «Катюшу», весь мир пел «Калинка-малинка». А сейчас что петь? Уитни Хьюстона мы поем, мы поем Лару Фабио, мы поем Майкла Джексона. Неужели это наше достояние республики? Неужели это наша культура? Наша культура – русский язык, который мы должны прославлять. А к нему относятся, если я сейчас выйду, спою «Ой, мороз, мороз», «Не морозь меня», много молодежи скажет, он с ума сошел. Но это наше. И пусть будет один человек, я, например, а будет два – еще лучше, будет три – еще лучше, четыре, пять единомышленников. А как показать страну? Это культура. Взять какой-нибудь сборник народных песен, я знаю 70% народных наших песен. Не то, что меня кто-то заставлял, мне самому было просто интересно, что наши дедушки, бабушки пели на лавочках. Наша культура, наш фольклор. Вот как бы у меня есть ответ, наверное, такой, что для меня культура, вот это настоящая культура. Я всегда говорю, такое ощущение, одна страна. Ну, я их не разделяю, Россия и Беларусь, а такая Русь, православная Русь. И, ну, в Беларуси самое интересное, когда ты съезжаешь вот на… из трассы скоростной, ты не замечаешь, это все быстро. Когда ты сворачиваешь на Оршу, и ты едешь по такой уже более узенькой дорожке, начинаешь обращать внимание со стороны на луга, на леса, на вот эту всю природу, которая захватывает просто. Не то, что ты смотришь как, ну, прикольно, чисто, а тебя захватывает это. И это необъяснимое чувство. Бывают такие вещи, что ты едешь, и запах там из окна идет такой, сено какой-нибудь. Но это наш дух. Вот я приезжаю в Быхов. Бывает немножко, конечно, для меня сейчас от вот этой… Я привык к суете. И для меня как-то странно, что очень мало людей как-то вечерами ходят. Как-то нет вот этих вот компаний больших, такой вот массовости. Есть такие определенные места, где собираются молодежь, но нет вот такого движения. Вот это бывает так. Ну, все, приехал домой, спокойно. Вот. Но при этом, говорю, захватывает дух от… Какая-то благодать. Как вышел в поле, ты один. Приезжаешь на дачу, приезжаешь, ты видишь этот Днепр. Просто прекрасная речка. Не нужно ехать в Астрахань, не нужно ехать в Карелию. Это тоже реклама для белорусов. Потому что в Днепре водятся такие живности. Вот мы поедем послезавтра. Я перед голосом 2 июля на 19,5 килограмм сама выловил. Брат мой на 43. Места не буду говорить, потому что все выловите. Но я говорю, что не надо никуда ехать. Есть какие-то вещи, которые поют ценора, которые неприкасаемые вещи для меня кажутся. Ну, вот прям такой конкретной песни. Мне раньше все очень хотелось. Я когда до голоса слушал Александра Борисовича Градского, мне хотелось как молодым им были спеть. Ну, сейчас возраст 26 лет. В принципе, он тогда тоже спел ее впервые. Мне бы хотелось бы попробовать. Вот такой настоящий, может быть, эксперимент. Просто все привыкли ее слышать в ценоровом исполнении. Мне бы хотелось попробовать как баритона. Неожиданно попросили меня спеть песню на дальней станции «Сайду». Когда я ее впервые услышал, я думаю, а где же я здесь в этой песне? Ну, вот сейчас разучил и понимаю, что без нее уже как-то и, наверное, ни один концерт не обойдется. Потому что она очень интересная. Я, наверное, могу ошибаться. А может и благородство для меня – это правда во всем. Какая-то внутренняя правда. Вот, говорят, благородный человек. Это не значит, что он должен сидеть в Большом театре, а рядом в Мазерате припаркованном. И он благородным считается. А благородный человек – это, наверное, чистый внутренний по духу человек, который несет за собой ту, которую я говорю, правду. И несет это не только в себе, а он еще и заражает вокруг людей вот этой вот правдой. Восстанавливаются, в первую очередь, храмы. Православие поднимается. Больше и больше с каждым годом прихожан в храме. У нас в Быхове хотят строить второй храм. Я приезжаю, Могилев восстанавливают. Огромнейший храм с куполами. А потом, что меня радует – стабильность нашей страны. Мирное небо над головой. Причем это не только за сегодня, я могу сказать, это и будет и через 5-10 лет на этой земле всегда будет мир и покой.